Итак, друзья, сегодня поговорим про фундаментальный анализ компании Русал и трубной металлургической компании, плюс немного хочу сказать про экономику Германии. То есть, там такие вышли данные, о которых стоит все-таки оповестить. Начнем с мультипликаторов по Русалу и планы перейдем к бухгалтерской ее отчетности. Пи на Е 4.9, Пи на Би 1. В совокупности данных факторов компания на рынке оценена частично справедливо. Далее, рост чистой прибыли и выручки компании. Смотрите, выручка, по прогнозам данного сайта, будет расти вместе с чистой прибылью. Что говорит об относительном росте акций в будущем. Но также стоит помнить, что Русал коррелирует полностью с индексом цен на алюминий. То есть, если алюминий идет по цене вниз, сейчас я покажу этот индекс, то и Русал пойдет вниз. Вот, например, почему Русал с 2018 года падал и падает по текущий день, по 2019 год. А все просто, потому что цена на алюминий падла. Я говорю, что данная компания крайне сильно коррелирует в своей деятельности с алюминием. Потому что Русал это основной поставщик алюминия на торговлю. В связи с чем, повторяюсь, если будет расти алюминий, то будет расти и выручка, и чистая прибыль компании. Потому что будет что продавать, и чем выше цена, тем, по сути, больше прибыли. Это как минимум логично. Далее, долговая нагрузка Русала, она частично критическая. Ну, посмотрите, балансовая стоимость находится под долгом. То есть, повторяюсь, компания будет в первую очередь со своей прибыли покрывать непосредственно долг со своей прибыли. То есть, будет в первую очередь обслуживать свою долговую нагрузку с каждого отчетного периода. Поэтому на дивиденды пока опираться особо не приходится. Потому что компания, в первую очередь, будет обслуживать свою долговую нагрузку. Тем более, компания, по-моему, в 2019 году дивиденды вообще не платила. Вот я просто нашел сейчас статистику. Платила она в 2015-2016-2017 годах. Вот. И доходность такая вот небольшая. Ну, какой смысл рассматривать акцию, если она не платит дивиденды? Я не понимаю. И с такой долговой нагрузкой. Не вижу логики. Если говорить про отчетность МСФО, то в компании все падает, по большому счету. То есть, выручка за первый квартал чисто прибыли упали по сравнению с 2018 годом. За второй квартал тоже упали. В данном случае в компании особой перспективы-то и нету, чтобы в нее вкладываться, в нее инвестировать. Не скажу, что компания живой труп, но потенциальный рост акции зависит непосредственно от того, будет ли она платить дивиденды и какая прибыль, чистая прибыль и выручка у нее будет в перспективе. А это все коррелирует с ценами на алюминий. То есть, чем ниже повторяется на алюминий, тем ниже доходность, прибыль этой компании. Мой взгляд на Русал обходит ее стороной. Далее ТМК. Трубная металлургическая компания. Посмотрим по мультипликаторам. Ну, Пинаи 8.3. Ладно, бог с ней. Пинаби 1 в совокупности говорит о том, что акция частично на рынке оценена справедливо, но потенциал к росту еще сохраняется. По сути, выручка в перспективе будет снижаться. Я, как понимает компания, я сам поставщик трубного производства. Ну, вместе с ней, по сути, и чистая прибыль. В какие-то периоды времени. Долговая нагрузка и тут большая, как и в Русале. Долг и баланс. То есть, получая прибыль, компания будет обслуживать, в первую очередь, свой долг. Стоит ли вкладывать в такую компанию, иметь такой долг? Я думаю, что нет. Рискованно. Но компания платит, в принципе, пока что неплохие дивиденды. Так, вот выгрузка дивидендов. В принципе, чем выше дивиденд, тем выше рыночная стоимость компании. В данном году прибыль данной компании растет по сравнению с 2018 годом. То есть, ну, по крайней мере, чистая прибыль. То есть, за первый квартал выросла, за второй квартал, по сути, с чистой прибылью формируется дивидендная доходность. Компания. В итоге, спрос на стальные трубы все равно будет, в любом случае. Но данной компанией я лично не интересуюсь. Ну, и рекомендовать, в принципе, я ее не стану, так как меня что напрягает в ней, так и долгова нагрузка. Вот везде, где долговая нагрузка выше баланса компании, я в них не лезу. Так как есть большой риск в этих организациях, предприятиях. Далее про Германию. Вот мне что, например, в Германии сейчас, как в локомотиве Европейского Союза, как в экономическом локомотиве Европы. Это то, что индекс PMI, он очень резко снижается. Уже 41,7. PMI это индекс деловой активности. Ну, короче, индекс производственной активности страны. То есть, чем он ниже, тем это хуже. Плюс ко всему, вышла новость о том, что индекс, Сентекс, индекс германский, это индекс доверия инвесторов. Ну, в данном случае Германия упал с 12,8 пунктов до 19,4, что ниже июля 2009 года. То есть, что это значит? Это значит то, что в экономике Германии начинается предрецессионный период. То есть, спад экономики, как говорится, идет полным ходом. Я не нагнетаю сейчас обстановку рецессии, кризиса. Просто смотрите по ситуациям, что вот я лично вижу, как я буду действовать непосредственно. В этом году каких-то таких крахов, я думаю, не будет. Максимум обвалы рынка, на которых будут запускать КУЕ. Ну, например, это ФРС США. К примеру, ЕЦБ объявил запуск КУЕ, да? То есть, мы чем в интерполитике, но 20-25 миллиардов, это в месяц не круто. Это немного, на самом деле. Вот если ФРС объявит КУЕ, там, допустим, на триллион долларов, да? То это рынок еще поддержит какое-то время, по большому счету. Но, по крайней мере, с 2020 года я, вот лично я, лично я, планирую постепенно переходить уже, переводить свой капитал в фиксированные доходные бумаги. В данном случае это облигации. Ну, к примеру, 30% оставить в акциях, 70% оставить в облигациях. Так, чтобы в крайнем случае, если будет полная анархия, мягко говоря, на внешнеэкономическом поприще, то будет чем закупаться, по большому счету. Просто вопрос в другом. Если, точнее, когда ФРС запустит КУЕ, до какого времени он будет действителен? Будь ли этот КУЕ действительно до выборов Трампа, до ноября 2020 года, или нет? То есть, тут 50 на 50. Будущее, предсказать, крайне трудное. Это довольно дело неправедное. Поэтому лучше подстраховаться и действовать уже по ситуации. И необходимо, в первую очередь, иметь наличный капитал, ну, допустим, привязан к облигациям, чтобы там была хотя бы какая-то фиксированная доходность, чтобы в случае какого-нибудь большого коллапса уже непосредственно закупать подешевевший рынок. Но, повторяюсь, я никого не магедоню, просто выражать свои мысли и свои некоторые опасения. Еще раз скажу, что я никого в этом плане не магедоню, просто выражая свои мысли, свои некоторые опасения и свой определенный взгляд на ближайшее будущее. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал об инвестициях. У нас здесь основы биржевой торговли, аналитика по акциям, обзор акций, торговые идеи. Помните, что мы все обречены на прибыль. Это лишь вопрос времени. Но помните еще то, что необходимо при себе держать подушку безопасности. То есть, если наступает на рынок полный коллапс, чтобы вы могли закупаться подешевевшими бумагами. На этом все. Всего доброго и увидимся в следующем ролике. До свидания.